Как переносит зиму зверьё? Не все животные новосибирского зоопарка пережидают морозы в закрытых вольерах. Кто не боится сибирской стужи? Здесь у нас содержится лига, точнее лица по имени Зита. Это гибрид рай-тига. Но, конечно, она зимует на улице. В принципе, не плохо себя чувствует, но, конечно, это гибрид на выходе, когда температура повыше. Зита-сибирячка родилась и выросла в новосибирском зоопарке, но в минус 30 предпочитает отсиживаться дома. Видимо, сказываются гены отца африканского льва. Увидеть царя зверей в мороз на улице – большая удача. При очень низких температурах животные, конечно, большую часть времени проводят не на улице, а в своих домиках. Их, кстати, на зиму специально утепляют сеном. И температура в них даже выше нуля. Стойко переносят морозы снежные барсы, дальневосточные леопарды, амурские тигры. Максимусу не хватает внимания. В зоопарке сейчас посетителей почти нет. Тигр с явным удовольствием позирует на камеру. Зимой каждый обитатель зоопарка под строгим присмотром сотрудников следят за поведением животных, их настроением. Главное в морозах – хорошее питание. Аппетит у кошек сейчас зверский. Мы, естественно, о них заботимся. То есть мы хищникам увеличиваем норму мяса, даем им больше мяса и чаще, чтобы оно не успевало замерзать. В вольерах, где зимуют теплолюбивые животные, выше плюс 20. Сюда обезьян, гепардов, страусов переселили еще в начале осени. Они не замечают холодов. Как и белые медведи. Кай даже в такую стужу на улице чувствует себя комфортно. Лариса Суряга, Владислав Паев, Вести, Новосибирск.